Закончился сезон и Денис Анатольевич позвонил и сказал, что хочется брать старую гвардию. Я не долго думая согласился. Все знакомые, все друзья здесь и в город знакомые. Болельщики все переживают за нас. Почему бы и не возвратиться обратно? Наверное, с ЦСКА кубка, полный стадион, победа. Было круто. Но это было интересно, поменять страну в другой стране, своя культура. Быстро адаптировался, потому что там были ребята, русские тоже. Кто-то играл уже полгода и знал, более-менее язык уже подучил. Нормально адаптировались, все жили вместе. Я, как инвестор, помогаю немного в этом финансовом плане. Не участвует, просто Чал придумал. У него такая зародилась мысль в голове, что надо делать мерчи с надписями футбольными. Ну и все, я ему накидал пару фраз. Так и получилось. То, что он сам не смог додуматься ни до чего. Он до сих пор мне футбол, кусков ты даже не прослав. Человека-паук пусть будет, потому что он ловкий, быстрый, как я прям. Ну да, я всегда в детстве мечтал одеть какой-нибудь костюм, какой-нибудь героя. Сейчас мне представилась такая честь одеть супер геройский костюм. Не, ну еще было приятно, когда маленький мальчик вылез из окна в маске. Супермен тоже. Не знаю, это идет изнутри, наверное, как-то. Где? В инстаграме сейчас редко укладываю фотографии. Не знаю, смотрю на всяких футболистов, кто играет в высоком уровне, как они одеваются, GQ. Все, пытаюсь, слежу за трендами. Не, мне не нравится. Нет, точно не. В Красноярске в таком не походишь. Вот это да, топ. Так бы я оделся, наверное. Не, кожаные нет. Ну, если пододеть что-нибудь, можно футболку. Нормально. Интересно. Ну, джинсовые. Джинсы на джинсы не очень. Нет. Классика, да. За классику. Ну, вот это круто. Круто, но я бы не оделся. Да, слишком круто для Красноярска. В Москве еще можно, но все равно опасно. У меня на выхимуты ходить.